Продолжается ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». И очередным принятым объектом стал подъезд к селу Урга. Население села около 300 человек. В теплое время года, благодаря дачникам, эта цифра увеличивается кратно. Ремонт трассы здесь очень ждали. Отлично, спасибо, ребята. Спасибо огромное. А вы до этого какая была? А? Ужасная была. Не напоминайте. Лучше не напоминайте. Спасибо огромное всем и строителям, и прорабу Якушенко, не помню фамилии. Ему просто огромное спасибо. Храни его Бог. Укладочный комплекс, асфальтоукладчик и три катка приводили дорожное полотно в нормативное состояние. Так как дорога единственная, ремонт старались сделать максимально быстро. И с поставленной задачей справились. Весь объем работ выполнили за месяц, опережая график на три недели. Увидели, что здесь оснований практически нет. Поэтому заложили достаточный слой нижний. Поэтому я считаю, что эта дорога простоит в гарантийный срок и за гарантией. До ремонта асфальтобетонное покрытие на всем подъезде едва достигало 800 метров. Теперь асфальт лежит на всем участке длиной в 2761 метр. Конструктив асфальтобетонного покрытия предусматривает два слоя, общей толщиной в 10 сантиметров. Также к нормативному состоянию в 6 метров привели ширину проезжей части. Устраивает все. Уклоны у нас соответствуют на данной автомобильной дороге. Ширина, длина тоже соответствуют. Также была проверка, произведена лаборатория ГКО и Ногуат на качество асфальтобетонной смеси. Все данные показатели в нормах. Колейность тоже не наблюдается. То есть, в принципе, все в нормативе. Дорога принимается. Дорога к селу Урга не единственная, которую завершили ранее запланированного срока. К сдаче готовятся еще два объекта в Кенгинском районе. Заур Оруджев, Василий Низов. Время новостей.